Всем привет, друзья! Закажу в детскую перепелянку. Хочу показать своих последних выводов цыплят. Наверное, включу вспышку. Цыплятам две с половиной недельки. Вот так вот выживет. Здесь меня всем, по-моему, в кучах, кто помнит, кто смотрит с предыдущего ролика. Это с покупного яйца Брама. Ну, вот, наверное, Брама слева, второй. То есть там полно все светлые остальные живые. Не остальные живые, а вылупились все светлые. А это по-моему, в корочкам цыплятки остальные. Вводит их, кто помнит, карликовая курочка. Ну, как водит, живет с ним вместе. Ну, и вот. И там один сесаренок. Вот, видите, слева голова торчит, который был слабеньким-слабеньким. В общем, он вполне догнал цыплят. Не снимала их неделю, потому что был в отпуске, был на море. В общем, не было у меня в селе две недели. И вот так вот они подросли. Сидят еще в сарайе. Вот, никто не выпускает, потому что... Пускай, что посидят в сарай. Тут теплее. Сейчас это вечерами холодно. Ну, чтобы с ними ничего не спешить. Хочу я браму сохранить. Не пускай здесь вытянуться нормально. Идет они статовый комбикорм. Ну, и у них место над клетками с переплами. Здесь перед вас что-то рассыпают. И попадают что-то им. Такие вот классные цыплятки. Уже буду на следующей неделе подмешивать. Это или сейчас уже, наверное, подмешать. С дробленкой пшеницы есть у меня и кукуруза. Пускай привыкают это. А потом к растущим. И еще две недельки здесь посидят. И будут уже на улице клевать в курище. Брама какая лохманная. Ну, что Брама на яйцо очень буро-мелкое. Кто понимает, напишите, почему такое мелкое яйцо. Наверное, флоксацином я их попоил. Пропоил пять дней. Все по графику, все как положено. И сейчас приехал на мешал байкокса. То есть вот появился у них байкокс. Байкокс это коксидиостатик. То есть препарат коксидиоза. Пускай пропьют его. Надо было еще неделю назад дать. Но у меня не было, поэтому никто не давал. Пропоил два дня от коксидиоза. Ну, а точнее, поскольку они не болеют коксидиозом. Для профилактики коксидиоза. И, наверное, через две недельки, перед выпуском, проглистуем. И все. Птичка, в принципе, готова будет к выпуску на волю. Петушки переплыло корут. В общем, я так понял, у меня вот эта вся брама будет белая стерненькая. И все это Анастасия Абрама. Он слева оставит два цыпленка. Надеюсь, будут петушки. Петушки-петушки-петушки будут оставляться, чтобы укрыть моих обычных курочек. Чтобы были у меня поместные цыплята. Такие разнобойные, красивенькие. Я не скажу, что я хочу ее иметь и содержать чисто браму. Мне нравятся разноцветные. Чтобы по двору ходило все. Лохмановые, кучерявые, кудрявые. Обдурели меня. И, как вы помните, с яйцом в предыдущем вытке нету хохлатых. Побесили вообще. Нету хохлатых курочек. Доминанта полу хохлатого. Ну, не все. На следующем вот найду. Сегодня закрыл окно. Привез в Казанов. Это раз, два, три. Четыре, пять. Пятый выводок. Привез в Казанов сюда. Пускай будет теплее. Сейчас покажу. Пускай будет теплее. Если с вечерами холодно. Пускай побуду здесь. Желтенькие. Пауки на швей долгут. Пауки на швей долгут. А может их уже само собой не прогреет. Уже тепло. Поэтому они там трутся уже не дают. Самое главное, что она их не обижала. Приняла. Поэтому, я думаю, все хорошо. Продолжение следует. Это маленько. Пujumba обратно. С точки падения всего многоusch tor háй Richtung. Продолжение вuls вchemем. Они спокойно вот здесь у меня парапетик на такую высоту, на две доски, спокойно перелетают, я захожу, они все здесь, гуляют по загулку под фазанами, здесь грязно, ну как грязно, это сено, фазаны выбрасывали, казаком стоит, масоловочка, ну что я здесь ловлю, пока она сработана, чтобы цыплятки не залезли. Лазит и спокойно перепрыгивает обратно, мамаша тоже перепрыгивает, поэтому все нормально, единственное, что не получается витамин Д, но я думаю, в комбикорме есть витамин Д, поэтому посидят, ничего страшного, завтра еще буду косить траву фазаном, сыпну и им, пускай подолбут травочку. Ну вот такие у меня цыплятки. Все, ребят, всем спасибо за внимание, всем удачки и всем пока, в следующую недельку покажу их еще, если интересно.